От 500 до 600 тысяч квадратных метров жилья для 14-15 тысяч человек возвести на площади 110 гектаров. Таков план застройки восточных территорий. Об особенностях района, о геодезии и истории генплана города. Чуть позже о самоштабности нового проекта застройки человеку, прогрессивной схеме транспортного обслуживания и соответствии требованиям умного города. Вступительная часть общественных обсуждений микрорайонов 1А и 1Б затянулась почти на два часа. Люди, пришедшие поговорить о своих переживаниях, связанных с новой застройкой, теряли терпение и высказывали недовольство. На изгон, жилье народа! На изгон! Заканчивайте быстрее! Вы пришли сюда нам заслушать проект планирования. После того, как он отработает свои деньги, я грубо скажу, да, вы можете задать свои вопросы. Администрация всячески препятствовала высказыванию мнения жителей и как-то проталкивала вот эти длинные доклады, которые ни уму, ни сердцу и не не несли практически никакой информации. Все кричали регламент, регламент, а лично я не голосовал за такой регламент, когда одни выступают по 40 минут, а другим только 3-5. Изначально слушания планировались как обсуждение планировки района и вопрос строить в восточном направлении или нет не стоял, но пришедшие были настроены иначе. Многие категорически не приняли саму идею о застройке. В докладах у всех звучала ссылка на генплан. Основной действительно документ. Я был депутатом городской думы в 80-е годы в пяти зазывах. Неоднократно рассматривались генпланы. И я очень помню хорошо, как проектировщики Ленинграда говорили о том, что в восточном направлении развития города не должно быть. В итоге во время обсуждения зал разделился на два лагеря. Тех, кто за строительство и тех, кто против. Главный аргумент первых. В городе негде строить, а новые микрорайоны могут дать возможность реализовать мечту многих горожан о доступных квадратных метрах. Строить нам просто негде. Ни объектов жилья, ни объектов социальных, никаких. Мы не можем строить жилье эконом-классу. Мы не можем строить жилье негде. Нигде. Известно, что в городе существует нереализованное жилье. Почему только сейчас возник вопрос строить социально доступное жилье? Мы что, раньше не заводили молодых специалистов, которые в этом нуждались? Только с созданием этого микрорайона можно это делать? Вопрос. Предлагая проект, городская власть не желает рассматривать альтернативы. Проблема высокой стоимости жилья в Сарове есть, ее необходимо решать. Средняя цена, сложившаяся в городе Саров, около 69 тысяч рублей за квадратный метр. Ведь даже имея, в общем-то, немаленькую зарплату в ядерном центре, и учитывая существующее сегодня процентное снижение ставки, Тем не менее, покупка квартиры для молодого человека в городе Сарове сегодня практически, но достаточно тяжела, а иногда и невозможна. Строить надо банально потому, что предложения по первичному жилью нет сейчас в городе. По оценнику ниже 6 миллионов их просто нет. К вопросу о дешевизне жилья. Кто просчитывал стоимость противокарстовых работ? Кто просчитывал? У вас это жилье не будет дешевым? Ни в коем случае. Оно будет дорогим. Тема закарстованности района звучала снова и снова. Горожане требовали гарантий, что все необходимые изыскания проведены, и новый район вместе с окрестностями не уйдет под землю. Изыскания были проведены в полном объеме, включая карстовые. Результаты изыскания находятся в улице Тагапус, официальный заказчик. В любое время вы можете прийти и ознакомиться. Вот серьезного анализа по карсту не услышали. То, что нам показали вот этот слайд с карстоопасным районом, я на него вот свой даю, свою карту даю. Где четко совершенно видно, что восточная часть вот этого микрорайона заходит в особо опасную карстовую зону. Это карта из Волгогеологии, где люди занимаются карстом очень профессионально. В случае разрушения домов, Силкина 46 и прочих, кто конкретно и как будет возмещаться в пущение? Всю группу администрации будет отвечать. Еще один аргумент противников освоения восточных территорий – наложение границ застройки и границ памятника природы, ближняя и дальняя пустынка. Граница особо охраняемой территории памятника природы проходит по границе территории разработки проекта и не пересекаются, они не накладываются друг на друга. Территории, которые вы собираетесь осваивать, входят в зону влияния памятника природы, ближняя и дальняя пустынка. В загоне Нижегородской области черным по белому написано, что любые миллиардивные работы в радиусе двух километров от границ памятника природы запрещены. Покажите эти границы. Вы что, отменили этот закон? А еще реликтовый лес или лес Серафима Саровского, по мнению горожан, новая стройка грозит ему полным уничтожением. Во всем мире проводится кампания по сохранению леса, поскольку за последние годы лесная растительность уменьшилась в два раза. Эту программу одобрил президент, а вы идете против программы, которую провозгласил президент. Сколько гектар вы хотите снести? Все свои опасения с просьбой пересмотреть планы по освоению восточных территорий горожане представили в администрацию в письменном виде. Рабочая группа общественной палатры смотрела данный вопрос, изучила документы и пришла к выводу, что решение городской администрации о застройке данной территории ошибочно. Сегодня, передавая документы в администрацию, я хочу сказать, что собрали почти 900 подписей. За время обсуждений прозвучало множество различных аргументов, как в пользу строительства, так и против него. И какая сторона права, сегодня сказать весьма сложно. Финальную точку в этом споре поставит время, которое и покажет, даст ли новая застройка дешевые квадратные метры, насколько качественной она будет, удастся ли сохранить реликтовый лес внутри микрорайонов и получится ли избежать карстовых провалов. И важно понимать, что ответственность за итоговое решение, строить на Восток или нет, в равной степени ляжет и на тех, кто активно выступал на публичных слушаниях. То, что налицо такая гражданская мобилизация, я могу оценить это только положительно. Встает ряд вопросов. Первый вопрос по характеру обсуждения. Смотрите, прежде всего, конечно, и городским властям, и депутатам на заметку. Значительная часть собравшихся, посмотрите, какой глубочайший уровень недоверия любому слову городских властей. Есть такая вещь, как критическое мышление. Поэтому, когда вы сегодня слушаете, что сегодня рассказывает администрация, не верьте ей. Не верьте администрации и обязательно, взяв небольшую паузу, дойдите, посмотрите все документы сами. Пообщайтесь со специалистами, прижмите их к углу, заставьте их выделить для вас время и потребуйте показать все нормативные документы, на которые они сегодня ссылаются. Потому что ссылаются они сегодня там даже не показывают бумагу. С другой стороны, мы видим, что есть ряд выступающих, которые проговаривают определенные тезисы с бумажки, тоже как бы немножко в другую сторону. Если что-то вам не ложится на душу и вызывает отторжение, не верьте этому, проверьте. Если что-то вам нравится и ложится на душу, и кажется, что это полностью совпадает с вашим миром ощущения, не верьте вдвойне, еще раз проверьте. Полную информацию об итогах публичных слушаний обещают разместить на официальном сайте администрации Сарова в разделе градостроительства 16 мая. Слава Богу, что слушания состоялись и теперь никто не скажет, что все на этих слушаниях были за застройку восточных территорий, за движение на восток, за уничтожение серафимовского леса. Нет, такого теперь никто и никогда не скажет. И мы спасем лес.